Взаимоотношения евреев и неевреев В общении, о том, что происходит в смешанных общинах Вопрос недавно сравнительно возник Потому что раньше евреи, которые приходили в церковь Они старались не выделяться Ничего еврейского не было И если бы вы заходили в церковь, вот это баптистская церковь Или пятидесятническая, не было бы ощущения какой-то разницы Вы просто не знали, кто там еврей, а кто там не еврей Сегодня у еврейского народа, у евреев в церквях, в общинах Растет еврейское самосознание Многие люди открывают для себя Бога Израилева Как Бога, который требует от Израиля Соблюдения законов, определенных заповедей Пытаются что-то соблюдать Пытаются изменить стиль жизни, стиль одежды Много еще чего И, разумеется, в общине возникают из-за этого проблемы Если мы говорим о церквях, об общинах, которые не направлены целиком на соблюдение В мессианских общинах тоже возникают такие проблемы Когда человека могут назвать излишним законником Осудить за что-то Попытаться даже каким-то образом этого человека из церкви прогнать Во многих мессианских общинах Получается, что нееврейские представители Пытаются соблюдать, пытаются что-то строить В итоге более законники, чем евреи Все это создает массу проблем, напряжений А иногда даже склок и интриг в общинах И поэтому имеет смысл объяснить Что и как в общинах должно происходить Всевышний Как я думаю, никто не сомневается Кроме разве что православных Имеет особый план сохранения израильского народа Всевышний хочет сохранить для себя Семя Израиля, Зера и Израиль, как отдельный народ Который будет жить отдельно Не будет чиститься с другими народами И будет жить определенным образом Кроме того, Всевышний хочет и проводит С народом Израиля определенную работу Для этой цели он дал Израилю Тору и заповеди Отчасти Тора и заповеди Это то, что отделяет Израиль от других народов Когда человек приходит в общину Когда человек просто наблюдает на других Именно по соблюдению заповедей По отношению к субботе К кошерной пище К чистоте семейной жизни Мы можем видеть, что данный человек И принадлежит к евреям, или не принадлежит к евреям Что происходит в церквях Что происходит в общинах Многие люди, которые никакого отношения к еврейству не имели Начинают принимать на себя заповеди Начинают подгонять свой внешний вид Под еврейский внешний вид И в основном их проявление служения Оно внешне Чаще всего Проблема не в том, что человек отказывается от нечистого мяса Это вообще не проблема Проблема в том, что человек делает это По нечистому мотиву Какой здесь нечистый мотив? Человек говорит Есть какие-то евреи Какой-то народ У которых есть особые заповеди Может быть, как-то они, соблюдая эти заповеди Они как-то по-особенному святы И я тоже буду по-особенному свят Я получу, так сказать, черный пояс по святости Если я откажусь от свинины Если я надену на себя цицейт И так далее А я же не хочу просто так в кимоно ходить Мне надо пояс черный С кружавчиками тоже хорошо Поэтому человек начинает Брать на себя заповеди Словно набирает очки в святости И это уже дает ему возможность Так чуть-чуть пренебрежительно посматривать Вокруг Я не просто верующий Я не просто христианин Я мессианский верующий Мне что-то там открыто Мне что-то там известно И так далее Без внутреннего наполнения Все эти заповеди, они убительны С другой стороны Мы видим, что Очень часто человек Имеет себе другую ценность Ну так сказать Свободу Мы видим, что есть еврейские общины Даже здесь в Израиле Есть еврейские общины У которых реально это борьба Когда вместе община выезжает на пикник Обязательно найдется какой-то такой Свободный христианин Очень ревностно Относящий к своей свободе Который возьмет Сэндвич, бутербродик С беконом и сыром Потому что он свободен И как бы Вы у меня, евреи Мою свободу не заберете Эту песню Не задушишь Не убьешь И С одной стороны Можно сказать Ну этот человек Он не имеет отношения к еврейскому народу Он ходит в еврейскую общину Только потому что Ну так случилось Что он оказался в Израиле А с другой стороны Реально это преткновение для другим И здесь Нет уважения к другим И поэтому очень сложно Как здесь найти золотую середину Куда Куда Как человеку Податься Как правильно поступать Какие указания могут дать Руководители общины Как правильно строить эти отношения Можно сказать Что есть два способа Реальных способа Уничтожения Еврейского народа Который применяет В те или иные времена Первый путь Это Физическое уничтожение Или запрещение Соблюдать заповеди И тому подобное А второй вариант Не менее опасный Присоединить Присоединить Язычник Язычник Не ощущая Внутреннее Принадлежение В определенных заповедях Это Знак завета Между мной и народом Израиля Как обручальное кольцо Нельзя Не будучи женатым Носить обручальное кольцо И поэтому Не имея Особого откровения Язычник Не обязан Пронимать на себя Заповеди Которые даны Еврейскому народу Если он думает Что он Получил какое-то Такое откровение То Хорошо бы Хорошо его проверить Реально ли это Откровение Или это Какие-то Хвастливые Тенденции Стремления Показать Я Круче других Или я по крайней мере Хочу быть среди самых крутых Проверяет на самом деле Сама жизнь Потому что Мы видим что Людей Заносит Если они Идут Неправильно Но Параллельно с этим Руководители общин Должны Правильно Сделать Если будут Утихомиривать Излишне Излишне Ревностных Соблюдающих Из Неевреев А тех Кто действительно Получил Откровение Те для которых Действительно Открылся Бог Израил Те для которых Этот путь Поддерживать И Давать им Возможность Соблюдать И тоже следить За тем Чтобы Вот этот Дракон Святости Собственной Самосвятости Не Поднял Голову А он Будет Поднимать Поэтому Тут нужно Чтобы сам Человек Постоянно Был С мечом Вынутым Из ножен Наготове Если нету Готовности Отрубить голову Дракон Они будут Расти Голова за Головой Человек Уйдет И поэтому Сегодня Как бы Вот как Результат Не сурбанить Голову Дракона Сегодня Мессианские Общины По всему миру Полны людей Со странными Непонятными Учениями Изнанными Изо всех Церквей За Несогласие С пастором Которые Исповедуют Оригинальные Иногда Совершенно Внесу Разные Теории Чувствуя Себя Единственным Пророком Единственным Знающим Истину И Поэтому Если Замечаешь Это Вообще Хорошо Бы Общине Проверить Подвести Щита Является Ли она Действительно Общиной Людей Слыших Богу Или Общиной Людей Проталкивающих Пропихивающих Какие-то Собственные Оригинальные Идеи Которые Нигде Не хотят Слышать А В мессианских Общинах Под предлогом Левого Либерализма Готовы Слышать С другой Стороны Для Тех Из Израиля Кто Действительно Является Частью Израиля Во Исполнение Божественного Плана Ради Божественных Замыслов Нужно Всецело Давать Возможность Соблюдать И служить Богу В соответствии Заповеди Павел Формулирует Кто ест Для Бога Не ест Кто ест Для Бога Ест Кто не ест Для Бога Не ест Если Если кто-то Отказывается От Нечистой Пищи Для Бога Нужно Дать ему Возможность Это делать И только Нужно Это Обязанность Дать ему Возможность Это делать Понимая Что он Это делает Для Бога Но Как не Еврею И даже Больше Того Можно Сделать На это Зум Можно Влезть В это Глубже И увидеть Коинское Служение Левитское Служение То есть Служение Священников Служение Левитов Внутри Общины Почему бы Не попросить Священников Если есть Потомки Священников Вообще Не выйти И благословить Общину Как им это Заповедано Почему бы Левитам Не выйти И не послужить Священникам Помочь им Омыть Руки Перед этим Благословением Почему бы Не вернуть Такие заповеди Как Выкуп первенцев Как Какие-то Там, где действительно есть служение священника Все это то, что можно и нужно делать Если мы хотим, чтобы реально было сосуществование Еленов и Иудеев в одной общине У каждого было бы свое служение Каждый был бы на своем месте В целом община правильно бы функционировала Сегодня в общине либо одни елены, либо одни иудеи Не получается ужиться вместе Потому что человек часто не готов быть на том месте Быть тем, кем Бог от него хочет Это, я думаю, основная задача пастора, священника Равина, как его ни называй, научиться это делать Если получится, то и получится община На сегодняшний день Такая община, в которой идеально сотрудничали бы И служили Всевышнему одинаково и иудеи И не иудеи, и израильтяне, и язычники Пока еще не создана Стремимся к этому Потому что Это выражда, это расстановка по местам Еще так молода Еще нету опытных пасторов, опытных равинов Способных одинаково тонко и грамотно управлять И иудейской частью общины И христианской, еще языческой Еще пасторосами не определились Что есть, что и так далее Мы говорим на какую-то далекую перспективу И я пытаюсь верить, что вот в этой далекой перспективе Такое служение действительно возможно Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok